Прием, оказанный президенту Обаме во время визита в Саудскую Аравию, СНН назвал пренебрежительным. А журнал «Шпигель» уверяет, что на языке дипломатии Обаме объяснили, насколько сильно он разослил саудитов. Король не встретил его в аэропорту, во дворце сухо пожал руку, а саму встречу даже по местному телевидению не показали. И это очень четкий знак охлаждения отношений Вашингтона с некогда главным союзником в регионе. Причин сразу несколько. И то, что Риад считает, что к нему относятся без должного уважения и болезненно реагирует на все публикации в американской прессе. И то, что одной из главных тем визита Обама сделал соблюдение прав человека в королевстве. И то, что Риад начал перестройку экономической системы, а американцы попытались навязать свой бизнес-план. Как и что делать? Но главное Обаме указали, как принцам неприятно, когда их обвиняют в причастности к трагедии 11 сентября и грозятся опубликовать некие секретные материалы. Глава национальной разведки изучает секретную часть доклада о расследовании атаки на башню близнецы. И в ближайшее время решит, предать ли ее гласности, как того требуют родственники жертв. И как настаивают конгрессмены, которых уже, пишет Нью-Йорк Таймс, из Пентагона и Госдепа попросили подумать о последствиях такой откровенности. Ведь в ответ саудиты пообещали выложить на рынок американские бумаги на 750 миллиардов долларов. И это только начало. Ну вот простой вопрос. Как вообще может быть секретная часть в расследовании, касающемся общенациональной трагедии, которую страна пытается пережить до сих пор? Ведь это явно не для того, чтобы пощадить чьи-то чувства. И явно не в интересах родных, близких, друзей вообще, всех, кто пережил трагедию. Тогда классическое «кому выгодно?» Причем выгодно или невыгодно и спустя 15 лет. То есть некие материалы секретны настолько, что их не видел даже шеф национальной разведки. И в них могут быть с большой долей вероятности ответы, кто помогал террористам. А еще и кто засекретил и почему имена этих помощников. Продолжение следует...